Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Мне сегодня хочется показать вам выполнение такого дизайна. Он абсолютно не требует никаких сверхнавыков рисования. Выполняется довольно интересно, можем приступать. Сегодня также выполнять буду на себе. Неделю назад я покрыла свои ногти восстанавливающей системой от Рио Профи. Я нанесла где-то 3-4 слоя, чтобы мои ногти не травмировались от частого снятия гель-лака. Кутикула отрасти не успела. Я ее просто прошлифовала фритером. Можно обновить также слой восстанавливающей системы, но можно в принципе и сразу приступать к покрытию, так как отросло совсем немного, точнее вообще ничего, меньше миллиметра. Нужно после слоя этого укрепления снять дисперсионный слой и забафить ногти. Далее тщательно обезжириваю ногтевую пластину. Праймер наносить уже не буду. Покрываю слоем базы совершенно обычным слоем, не выравнивающим. Мои ногти сейчас и так укреплены и не хочется сделать их слишком толстыми. Покрываю, запечатывая торцы и базу. Дополнительные капли выравнивания не делаю. Просушили и цветные гель-лаки я буду использовать от Харояма. Они недорогие и очень нравятся мне своей плотностью. А также у них есть приятный ароматизатор. Заказать их можно в интернет-магазине им косметик. Ссылки будут внизу под видео. У меня был выбор основного цвета между этими двумя. И еще понадобится черная подложка. У меня черный с шиммером был, но его видно совсем не будет. Он не настолько плотный, как те два цветных, но это не страшно. Как фон он вполне подойдет. Покрываю им два пальца, на которых будет дизайн. Остальные ноготки покрою выбранным цветом. Это один просушенный слой. Теперь наносим второй слой. Сушу в лед-лампе 48 ватт 30 секунд. И будем отпечатывать серебряную матовую фольгу в технике кракелюр. А также понадобится два витражных гель-лака. Еще я также покажу и другой способ выполнения точно такого же дизайна, но без использования витражных гель-лаков. Итак, приступаем. Мелкими участками отпечатываю фольгу на липкий слой гель-лака. У кутикул это сделать сложнее, но постараемся подобраться и туда. Если прилип слишком большой участок фольги, его можно подвинуть пальцем и он даст также красивую трещину. Если фольга слишком сильно катается по липкому слою, значит недосушили чуть-чуть гель-лак. В принципе, готово. Можно пару секунд подхватить фольгу в лампе. И теперь я буду наносить два цвета витражного гель-лака и растушевывать их в градиент. Наперед отвечу на часто задаваемый вопрос. Можно ли смешав обычный цветной гель-лак и с прозрачным получить витраж? Не совсем. Он у вас получится не ярким, не насыщенным и мутным. В художественных магазинах продаются витражные краски. Вот их можно добавить в прозрачный гель и получить витражный гель-лак. Но для этого нужны пустые баночки, вымереть пропорцию. Раньше я так и мешала, но теперь не хочется заморачиваться, ведь в продаже есть все для комфортного использования. Вот так вот получили градиент из витражей. Чем же можно заменить эти материалы и получить точно такой же эффект? Можно выполнить градиент из цветной фольги и отпечатывать ее от темного к светлому. Я это попробовала сделать на типсике. И вот так выглядит градиент из фольги под матовым топом уже. С таким способом выполнение занимает еще меньше времени, еще проще и быстрее. И завершаем уже дизайн на ноготках. Я покрою матовым топом от Vogue пальчики с фольгой. А остальные ноготки покрою топом от Uno Supershine. Эти средства я показывала в видео про школьный маникюр, как свои фавориты. Эти материалы на данный момент я использую чаще всего. И в том видео про школьный маникюр я более подробно объясняю, почему они у меня в любимчиках. После просушки топа, снятия липкости с матового, я решила выполнить прорисовочку. Незамудренную, это просто произвольные живые линии. Для этого будет удобно использовать кисточку с длинным ворсом. У меня сейчас от Neon Nail 5.0 синтетика. Вполне можно обойтись и без этих линий, но мне всегда нравится контраст цветов. Кстати, рисую я белый гель пастой, без липкого слоя от TNL. В итоге вот что вышло. Очень интересно и необычно смотрится. Я думаю, что обязательно выполню что-то подобное и в других цветах. Вы это обязательно увидите в моем инстаграме. Если понравился дизайн, ставьте пальчик вверх. Он действительно просто выполняется и интересно смотрится. Вы мне иногда скидываете в личку фото маникюров с просьбой показать выполнение. Но многие из них уже есть на просторах ютуба. Поэтому, если есть у вас действительно интересные дизайны, присылайте в ВК или инстаграм. Я с удовольствием покажу их выполнение. А я желаю всем творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok